Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о симуляции гравитации, которую я недавно делал. Но не просто гравитации, а разных её вариантов. Например, что бы было, если бы у планет были бы отрицательные массы, как бы тогда работала гравитация. Или, например, что бы было, если бы объекты не притягивались друг к другу, а наоборот, всё бы от всего отталкивалось. Но сначала давайте посмотрим на самый обычный вариант гравитации. Поставим в центре звезду и разбросаем вокруг неё много планет. У каждой планеты есть изначальная скорость, некоторый импульс, за счёт чего они не просто врезаются в звезду, а начинают вращаться вокруг. Какие-то планеты сразу выкидывают с орбит, другие проходят слишком близко друг к другу, из-за чего гравитация тоже выкидывает их. И остаются только более-менее стабильные орбиты. А работает это всё очень просто. Допустим, у нас есть некоторая планета, или звезда, или любой другой объект, назову это просто кружочек. У него есть импульс, то есть некоторая скорость в каком-то направлении, куда он движется. И он на каждом кадре симуляции сдвигается на эту скорость. А если рядом есть другой объект, то я прибавляю к скорости ускорение в сторону этого второго объекта, то есть скорость как бы постепенно поворачивается в сторону другого объекта. Если опять раскидать случайно планеты и ещё закрашивать за ними след, то получатся орбиты. И можно заметить, что чем ближе планета к звезде, тем быстрее она летит, что как раз соответствует второму закону Кеплера. А ещё можно поэкспериментировать с орбитой, то есть менять изначальную скорость и направление движения планеты. При достаточно высокой скорости траектория может стать гиперболической, в таком случае объект улетает и уже не возвращается. У двух объектов траектории довольно предсказуемые, их можно рассчитать, но всё меняется, если у нас есть три объекта. Вот, например, у меня вращаются три объекта и всё кажется довольно стабильным. Но на самом деле это происходит потому, что я установил очень удачные начальные условия, в которых эта система стабильна. В то время как в общем случае эта система вообще непредсказуема. Её невозможно решить, то есть траектории объектов невозможно предсказать. Ну то есть как бы в каких-то случаях решить можно, но только в том случае, если мы изначально зададим ровно те условия, в которых будут получаться стабильные орбиты. А просто так случайно такая стабильная орбита скорее всего никогда не попадётся, потому что нестабильных орбит бесконечно много. И лишь какое-то количество из них стабильные, то есть какое-то количество из бесконечности. То есть не существует общей формулы, с помощью которой можно было бы решить задачу трёх тел. И даже если мы будем делать симуляцию на компьютере, её нельзя сделать бесконечно точной, поэтому там со временем будет накапливаться ошибка. Поэтому даже если я задам изначально стабильную орбиту, рано или поздно она развалится. Можно использовать какие-нибудь более точные методы расчёта, но всё равно рано или поздно они дадут эту ошибку. И эта система настолько хаотичная, что если я поменяю изначальные скорости на одну десятую процента, то всё будет выглядеть совершенно по-другому. А что если параллельно рассчитывать много таких вот систем из трёх тел? При этом у каждой системы изначальные скорости отличаются на одну миллионную. Каждая система имеет свой цвет. Изначально они двигаются примерно одинаково, но потом резко разлетаются. А ещё можно сделать, чтобы эти системы различались на одну квадриллионную или пентиллионную. Короче, на какое-то очень маленькое число, которое сможет поместиться в 64-битную переменную. Можно видеть, что зелёные вначале очень сильно разлетаются. Наверное, для них сложились так условия, что они проходили как-то близко друг к другу, и гравитация их сразу выкидывает. Потом также улетают синие, фиолетовый и многие другие цвета. А оранжевые и розовые начинают закручиваться спиральками. Но это всё была обычная гравитация. А что если поменять правила? Что если сделать отрицательную массу у объектов? Вот, например, некоторая планета летает вокруг Солнца. А что если запустить ту же самую симуляцию, но поменять массу у планеты на отрицательную? Может быть, вместо притяжения она будет отталкиваться от Солнца, или полетит к какой-то необычной траектории, может быть, она превысит скорость света? Запустим симуляцию с этой антипланетой, и она точно так же летает по орбите, как и обычная. Да, то есть если подставить в те же самые формулы отрицательную массу, то планета будет летать по почти такой же траектории, ничего заметно не поменяется. А что если сделать обычную планету, но теперь Солнце будет с отрицательной массой? А вот теперь уже планета почему-то улетает. Но почему здесь такое различие? Почему ломается симметрия? Почему если планета с отрицательной массой, то она летает по той же орбите, а если Солнце с отрицательной массой, то всё разваливается? А всё дело в том, что отрицательная масса всё так же притягивается к положительной, но вот положительная уже отталкивается от отрицательной. И тяжёлое антисолнце отталкивает лёгкую планету, но вот лёгкая антипланета не может оттолкнуть тяжёлое Солнце. А кстати, если всё будет отрицательным, то они тоже будут отталкиваться друг от друга. И чтобы проверить, всё ли правильно, я поискал что-нибудь про отрицательную массу, и оказалось, что про неё есть даже статья на Википедии. И там как раз есть такая картинка, положительные массы друг к другу притягиваются, отрицательные друг от друга отталкиваются, а вот положительная отталкивается от отрицательной, но отрицательная притягивается к положительной. А что если ещё поменять гравитацию? Что если притяжение поменять на отталкивание? Тогда просто все объекты друг от друга разлетятся по гиперболическим траекториям. Но оказывается, что тут не все так просто, и разобраться в этом мне помог Макар Светлый. Возможно, я кого-то сейчас сильно удивлю, но есть огромный пласт людей, которые считают, что гравитация во Вселенной работает по-иному, а именно, полностью противоположно. Будто нет сил гравитационного притяжения, а есть гравитационное отталкивание. Уверен, вы справедливо заметите, что подобная идея не может работать, ведь мы притягиваемся к Земле, а Земля притягивается к Солнцу. На это сторонники идей гравитационного отталкивания отвечают. Мы не притягиваемся к Земле, а скорее к ней приталкиваемся. То есть мы отталкиваемся от Земли, а Земля отталкивает нас. Однако космос нас также отталкивает от себя с большей силой, тем самым приталкивая нас к Земле. Да, эта идея кажется очень странной, но действительно много людей считают, что гравитации не существует, а есть вот это вот приталкивание. И каждый раз, когда я в своих видео упоминаю гравитацию, появляются люди в комментариях, которые говорят, что никакой гравитации на самом деле не существует. И это космос приталкивает нас к Земле. То есть это такая теория заговора на уровне плоской Земли. Но я не помню, чтобы у меня, кстати, в комментариях кто-то говорил про то, что Земля плоская. Но вот про то, что гравитации не существует, а всё друг друга отталкивает, говорят мне постоянно. Вообще, существует очень много причин, почему такое приталкивание и разные его вариации не будут работать. Макар Светлый в своём видео как раз подробно это разбирает. Но то, что такого приталкивания в реальности не существует, не мешает сделать его симуляцию. Давайте посмотрим, как бы оно работало, если бы оно существовало. Тут планеты начинают летать по каким-то странным траекториям, не похожим на обычные эллиптические. А ещё я заметил, что при некоторых изначальных конфигурациях Солнце начинает как бы вибрировать. Если нарисовать такие орбиты, то получатся вот такие вот звёздочки или цветочки. При этом некоторые орбиты получаются довольно близкие к круговым или эллиптическим, как обычно. Но другие от них очень сильно отличаются. Но это и логично. Когда объект подлетает близко к Солнцу, оно начинает его отталкивать. Он улетает далеко, но постепенно его начинает обратно приталкивать космос. И получается, что все объекты вот так вот туда-сюда колеблятся вокруг Солнца. Если очень удачно подобрать изначальные параметры, то можно даже создать круговую орбиту. Но потом я заметил, что если в центре у нас не будет никакого объекта, то планета может точно так же вращаться вокруг пустоты. Или несколько планет могут вращаться вокруг пустоты по круговым орбитам. Главное, чтобы период обращения у них был один и тот же. Таким образом можно создать много объектов, которые будут вращаться вокруг центра. Подобное поведение можно видеть у вращения галактик, но вот, например, планеты вращаются уже по-другому. Но опять же, такие стабильные круговые орбиты возможны только при точном подборе изначальных параметров системы. В других ситуациях с этим приталкиванием все будет выглядеть примерно вот так. Зато можно получить много разных красивых орбит. Например, вот такую. Или можно опять же менять изначальный импульс объекта и смотреть на разные орбиты. Или менять его немножко по-другому и будут получаться вот такие орбиты. В какой-то момент орбита как будто заканчивается, но это просто я использую ограниченное число шагов симуляции. В какие-то моменты она становится почти круглой, потом она становится квадратной, треугольной или в форме разных сюрикенов. А в какие-то моменты она там вообще превращается в точку. Это происходит потому, что при приталкивании объект может как бы находиться на некотором расстоянии от солнца и просто не двигаться и стоять там на месте. А вот если задать объектам параметры солнца, земли и луны, то луна просто сразу же улетит. То есть при таком приталкивании просто невозможно образование спутников типа луны. А что если поменять визуализацию всех этих симуляций гравитации? Для этого давайте вернемся к двум объектам, которые друг к другу притягиваются, которые были в начале видео. И пусть один объект находится тут. А вот второй объект я запускаю из каждого пикселя на экране. Провожу несколько шагов симуляции и смотрю где этот объект окажется. Чем правее он улетит, тем краснее я крашу пиксель, в котором форман изначально был. Чем выше он улетит, тем зеленее я крашу этот пиксель. Но каждый пиксель состоит из красного, зеленого и еще синего, поэтому давайте чем-то займем еще синий цвет. И для него можно использовать, например, насколько правее улетит второй объект, который изначально находится тут. А если второй объект двигать, то вот так вот будут меняться цвета. Помните, я вначале говорил, что задача трех тел очень хаотичная? И если теперь использовать три объекта, то получится уже вот такой вот фрактал. А вот если использовать то самое отталкивание с приталкиванием из космоса, то тогда задача трех тел будет выглядеть уже вот так. Для каждого пикселя я тут делаю определенное количество шагов, и после этого его закрашиваю, в зависимости от того, куда объекты улетели. Можно начинать всего лишь с одного шага и увеличивать на каждом шаге количество этих шагов симуляции. Можно, кстати, немножко отдалиться и посмотреть на этот фрактал издалека. или же наоборот рассмотреть его вблизи. Вот, например, так меняется обычная задача трех тел с увеличением количества шагов. А вот так выглядит задача трех тел с приталкиванием, при том, что изначально мы смотрим на нее издалека и постепенно приближаемся к ней. А продолжение про эту задачу смотрите на канале Макар Светлый. А у меня на этом все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok